Всем доброе утро. Ну, у нас утро. У нас сегодня будет первое занятие по сёрфингу. Дима нашел у нас учителя в чатиках, телеграммах. Опоздали на 10 минут. Идем и опаздываем. И записываем видео. Да, мы еще отключились пораньше. Ну, я решила, что мы приехали, а оказывается, мы не доехали. Идем по пляжу, опоздавшие такие, понимаете? Все занимаются. Вон, видите, много точек. Это люди, которые сёрфят. Ой, волнительно, если честно. У меня есть и мышцы гуляться в тиражной тренировке домашней. Посмотрим, посмотрим. Получится у нас или нет? Но волны. Волны прекрасные, маленькие, как раз для того, чтобы поучиться. Дима в своем лонг-сливе, который мы купили ему на гиле, довольный. Мы встретились с нашим преподавателем и мажем лицо цинком для того, чтобы не сгореть. Причем он такой интересный, типа не белый, а в цвет кожи. Тональник. Дима мажет с тональника. Можете наблюдать редкую картину. Пожалуйста. Ну что, мы посёрфили? Капец, первое занятие прошло отлично. Мы ничего не снимали, потому что, ну, блин, мы были в воде. И было не до этого. Была максимальная концентрация на всём только что обученном, как бы. Да. Мы знаем очень много информации новой. И нужно всё применить тут же. Сначала сразу поехали не на пенку, а на лайнап. Я не знаю, почему. Лайнап – это когда ты подальше, поглубже уплываешь. Ну, это когда ты берёшь волну уже. Где ты набираешь скорость и вместе с волной двигаешься. Да, пенка. Ну, это вот прямо у бережка, у бережка, где вообще совершенно, ну, как бы не накатывают волны. Они уже доходят, как бы, остатки. Прикольно было. Нас позапускали с доски. Вот. Нас девочка чуть подталкивала, показала, как гриппси и так далее. Классный инструктор у нас вообще. Мне очень понравился. Понравился, да? Да, девочка хорошая. Всё, все нюансы объяснила. Всякие тонкости. Элементарно, ну, какие-то, знаете, маленькие детали, которые важно учитывать для того, чтобы ты поехал, чтобы у тебя получилось. Конечно, у нас получилось. Да, я, короче, блин, моё удивление было такое, что я как-то сломил волну. Проехал. Смотрю, какая-то серферша в белом Кубани просто по волне едет. Типа такая, вообще, думаю, Аня, ты ли это? Ну, оказывается, Аня вообще так. Представляете? Короче, Аня тоже гоняла тут, оказывается, по волнам вообще. Да, у меня получилось. Я проехала, поймала волну, получается, прокатилась на ней. Она меня ещё подтолкнула и довезла меня практически до берега. Я вообще офигела. Вот, знаете, самый прикол в том, чтобы не бояться. В моменте тебя окутывает страх, потому что почему-то мне кажется, что... Ну, я придумала себе, что я боюсь воды, волн, и вообще, конечно, это страшно. Ты оглядываешься назад, там такая волна, а тебе говорит, ну, типа, инструктор, что, типа, гриби, и у тебя выхода нет. Ты либо упадёшь и как бы занырнёшь под воду, либо у тебя получится. Там очень важно прочитать, какая волна. А, если это просто, там, волна, которая закрывается, это уже всё, это надо сразу... Да, это надо текать под воду. Сразу под воду или ещё что-то. Вот, нас просто запускали на те волны, которые, типа, нам под силу, да, и подходят. У Димы тоже получилось, поделись своими эмоциями, давай. Ну, очень прикольно, ты, типа, встаёшь, чё, на волну, едешь прямо на волне. Я даже пробовал подсесть пониже немножко, чтобы подержать равновесие. Попробовал немножко поворачивать, короче, ну, прикольно. Если ты не топишь переднюю часть доски, и если у тебя в порядке всё с балансом, с равновесием, то вообще очень даже прикольно получается. Тут ещё нужно много тренироваться, чтобы у тебя получалось всё лучше и лучше. Но это только секрет регулярности. Ещё не все волны подходят, и не каждый день такие волны подходящие нам. Поэтому будем выцеплять именно такую погоду, чтобы были хорошие маленькие низкие волны. Кокосик. Сейчас попьём, покушаем его и поедем домой работать. Посмотрите на этого неугомонного Дмитрия, который решил взять себе в аренду байк. Это спортивный байк с багажником как раз для нас. У него нет базового багажника, видите, ну и место для пассажира тоже маленькое. Он очень сильно хочет себе спортивный байк. Нам привезли его показать, мы ещё не приняли решение, но, возможно, мы его возьмём. Кажется, он влюбился. Очень ждал. Надо вспомнить, как ты катаешься. А там по-другому катаешься? Да, там всё. Посмотрите на этого довольного человека. Вспомнить ему надо. Ну, колёса, конечно, вообще большие. В сравнении там с нашими вот они стоят. Конечно, это другое дело. Я посидела на пассажирском сидении. Мне, в принципе, удобно. Удобно то, что есть спинка в виде багажника. Действительно, ты сразу держишь останусь. Дима хочет сейчас прокатиться и посмотреть, как он на практике, конечно же. Ну, этот байк для длинных путешествий, он, конечно, будет комфортнее. Но он и разгоняется быстрее. То есть у тебя здесь есть как бы соблазн побыстрее разгоняться, как-то шустрее передвигаться по дороге, за что вот я и переживаю. Подходима, в принципе, хорошо сейчас уже гоняет. То есть с ним комфортно ездить в качестве пассажира. Ну, блин, я чуть переживаю сейчас. Я боюсь за то, что будет гонять. Вон он едет. Ну, давай попробуем месяц на нем. Это будет суперквест. Месяц на спортивном байке. Он видишь, он не такой, как байки другие. Он такой, там не надо вот так вот лежать. Ну, да, да, он адекватно в этом плане. Ну, тебе комфортно было? Тебе же ездить за рулем. Плюс есть сзади багажник, если что. Надо посмотреть, какого он разминал. Ну, в принципе, он не маленький, да, багаж? Ну, он как бы не супертяжелый, как вот Royal Fender мы ездили. В Коа, да, у нас был Royal. Мне нравится он визуально. В принципе, на заднем сидении тоже есть место. Ну, то есть, как бы, я переживала больше за свою попу, то, что у меня будет мало места, но, как бы, тут хватает места. Есть багажник, как бы, для семейной коры. Нормально. Смотрите на этого пупсика, очень радостного, как маленький ребенок. Ну, вообще, я торговался не за... Ну, вообще, его нормальный прайс 3 миллиона, я торговался за... Не за 2 600, а за 2 с половиной, короче. Нормально, нормально. Блин, ну, радостный. Но он реально красивый. Он вообще огонь. Папостный. Поздравьте, короче, нас. Поздравьте меня. Да. Понимаешь? Поздравляю меня. Да. Дмитрий принимает поздравления. Пишите в комментариях. Все. И то есть то. И то есть то. Поднимаем на руки. Учим ходить. Оп. Джейси. Обучаем Джейси. Прямо стой. Прямо стой. Ти-ти-ти. Ты почему-то... Она не отходит от нас. Что делать? Она как будто виновата. Джейси, ты ни в чем не виновата. У нас сегодня выходной, и мы решили... Решили приехать на пляж. Мы, как за правило, взяли. Раз в недельку мы выезжаем по океанчику. Для того, чтобы позагорать, отдохнуть. Да, и расслабиться. Короче, в прошлый раз нам, ребята, посоветовали пляж Кусудо. Мы здесь ни разу не были. Ездили на прошлых выходных. Нам он очень понравился. И мы решили в этот раз вам его показать. Да, здесь мы уже второй раз. Мы просто поняли, что это лучший пляж. Это, знаете, тот момент, когда ты живешь, типа, на Вали. И если хочешь немножечко частичку Занзибара словить, пожалуйста, приезжайте в Мусадуа пляж. Огромное пространство. Пойдемте, покажем вам. Во-первых, заходишь. Здесь есть такая тропинка, по которой можно прогуляться вообще вдоль всего побережья. Да, там очень большие, респектабельные премии. Ну, такие, типа, да, лакшери. Тут, наверное, самые дорогие отели на этом побережье. Потому что здесь очень классный пляж. Конечно, на этом зарабатывают. Есть крутой большой пляж, куда можно, вот, если даже много народу кажется, отошел куда-нибудь, там вообще никого нет. Да, здесь в этом плане очень круто. Большое пространство. И пол немного. И поэтому здесь можно отдыхать с детьми. Вот, смотрите. Но сегодня, несмотря на то, что это такой безволновой океан. Сегодня опять переговая линия вообще изменилась. Немножко изменился рельеф песка. Но, как бы, приходишь, запрашиваешь, он каждый раз новый. Огромное пространство. Здесь приотельные все шезлонги, на которые ты можешь сесть. Позагорать этот муч можно на шезлонгах, либо на песке. Вот. На шезлонгах, мы так поняли в прошлый раз, можно заплатить у одного отеля 150 тысяч рупий индонезийских. И посылаться на лежаке. Но, по идее, здесь такой песочек приятный, что можно и на песочке полежать, даже без полотенца. Ближе к природе. Заземляемся. Классный пляж. Нам очень нравится, что здесь такой светлый песочек, за счет чего вода лазурная. По классике чили сегодня. И отдыхать и останавливаться после хорошей продуктивной недели. Печальная правда про этот пляж. Мы сейчас немножечко разочаровались, потому что подлив или в прилив, короче, не знаю, нанесло очень много мусора. И просто, ну, пойдемте посмотрим. Такое вообще может быть везде, если что. Ничего не обездаются. Так, ну, люди купаются, но неприятненько, да, среди фантиков, бутылочек, пакетиков купаться. Просто, да, бывает, что даже такие пляжи приносят кучу мусора. Вот, типа, вот здесь купаться можно в пакет, запросто попасть. Люди не выбрасывайте, пожалуйста, в океан. Поведение такое, выбрасывать в океан мусор. Пожалуйста, задумайтесь тоже и хотя бы возьмите на себя ответственность. Люди из России, вы что выкидываете в океан мусор регулярно, потому что в России в океан. Да нет, ну, это касается, в общем, в принципе, любого человека, не только россиян. Выкидывайте все в нужные, специально отведенные места для этого. Вот вам балийская реальность. Ну, не только балийская. В Индии тоже мусорят люди. Мы были в Индии, знаем, о чем говорим. Здесь местные сидят, но как бы это особо не поможет, потому что мусор регулярно приносит водой. Просто пляжи Бали. Это, в принципе, боль любого пляжа, где не убираются, люди гадят просто. Вы понимаете, что это все, понимаете? Касса, да? Касса. Жесть. Просто касса. Это находится вот, чтобы вы понимали, вот океан, и вот это все валяется вдоль побережья. Это жесть. Их тут очень модно пить из одноразовых маленьких стаканчиков. Пластиковых. Весь мусор, в основном, в пластиковые стаканчики, вот везде. Причем мусорят не то, чтобы там туристы, да? Мы ни на кого не гоним, как бы, но это местные. Местные люди, население. Может, других островов там. Ну да. Да и эти местные могут. Просто печально. И хочется, чтобы люди это увидели и задумались вообще, что они делают. Музор Мы приехали сегодня на день рождения. Это место долгожданное, куда мы хотели давно попасть. Да, оно будет проходить в Савае. Савае это такой крутой place. В районе Улвату. Да, который, кто интересуется Бали, мог видеть на множестве видео, на всяких диджейских сетах. Да, это очень крутое место. И вот сегодня мы отмечаем день рождения нашей хорошей знакомой, с которой мы познакомились на Бали. А еще тут гонзуют обезьяны, правда они уже убежали. Мы только приехали. Маленькая мартышка. Просто в мире животных. Стильные ребята приехали на стильном байке. На стильное вечеринку. Смотри опять. Презентация топ. Они все куда-то бегут. Не знаю, у них дела срочные. Сидит и точит подношение. Нормально. Так, мы оставляем наши шлемы на хранение, потому что с ними ходить не вариант. Вот здесь вот оставляем. Они у нас ценные, поэтому мы лучше заплатим сейчас, чтобы не тускаться с ними, чтобы они никуда не попали. Если что, вот такая вот информация для охранения. 10 тысяч рупий. Так, нас заштамповали. Идем дальше. Вот такая здесь атмосферка. Ну, вроде прикольно. Посмотрим дальше, что там будет. Не могу сказать, что я пока под впечатлением, но еще непонятно. Диму ведет девушка, надо побыстрее идти за ним. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь просто асторожно, можно сломать глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok